МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ха-ха! Доброе утро, мои дорогие зрители канала Рифей! Я Арсен Рябуха, бизнес-консультант. Прекрасного настроения вам в это зимнее утро! Я Папита! Приветствую вас в нашей дружной компании. Просыпайтесь скорее, чтобы не пропустить все самое интересное. Посмотрите, какая потрясающая компания вас будет этим утром. В студии замечательный мастер, декоратор, дизайнер, мастер-кукольник Алена Князева. Алена, доброе утро! Здравствуйте! С тех кукол вот этих и то, что представлено у нас на столе, Алена мастерит сама, чтобы показать разнообразие кукольного театра. Какие существуют вообще куклы? Ой, вы знаете, кукол очень много. Вот, например, у меня в руках кукла планшетная. Она имеет ножки и может ходить по планшету. Расскажи про него подробнее, потому что есть какие-то удивительные детали. У него все сшито вручную практически, да, нет ничего покупного. Да, да, все сшито вручную. У него есть носочки, шнурочки, пуговочки. У него все расстегивается, все снимается. Вот эти все куклы изготовила ты своими руками. То есть можно сегодня, в принципе, дома тоже что-то подобное сотворить и вместе с детьми сделать какую-то куклу. Да, это сложно? Что-то подобное можно, но без определенных знаний это сложно. Зачем устраивать домашний театр, что-то подобное создавать, когда вроде бы театров много, пошел и сводил ребенка туда? Вообще театр очень развивает, очень развивает, в том числе детей. Тут и моторика рук. То есть вот надо управлять куклой, и другой рукой говорить нужно. И думать, что говоришь, да? Да, и думать, и над сюжетом думать, над развитием событий. Это очень сложно. А еще домашний театр погружает взрослых в страну детства, что, безусловно, может отвлечь вас от депрессии, снять усталость, поднять какие-то эмоции и получить позитив. Правда, Арсен? Ну, конечно. Вот я вчера так тщательно готовился к съемкам, отутюжил брюки, накрахмалил рубашку, даже покушать забыл. Зарядился большим позитивом. А я как рада была прийти к вам в гости. Хочу пожелать всем зрителям бодрого настроения. Играйте в куклы, получайте эмоции сами и дарите их детям. С добрым утром!